Так, ну что, уважаемые коллеги, начинаем семинар. Сегодня выступают наши друзья из Санкт-Петербурга. Так, кто начнёт? Есть научный руководитель и есть Антон, который всё сделал. Так, научный руководитель не молчит? Ну, ну, скажи, вы видите, что он честный руководитель. Ассертафор, который такой, ну, хватит. Всё замечательно. Всё, да, Антон, начинайте. Там все формальные слова, значит, скажите, кого вы представляете, и после этого стартуем. Значит, обычно мы стараемся, чтобы докладчик уложился в 40 минут. Обычно мы стараемся не задавать вопросы по ходу дела, но если у вас есть какие-то там критические контрапункты, вы останавливаетесь и говорите, вот здесь можно задать вопросы. А потом получите, так сказать, там, по полной программе. Здравствуйте, меня зовут Антон Кокопаев. Я представляю в Санкт-Петербургский класс университет Матнех капитализированного программирования. В том числе я представляю JetBrains, лабораторию языковых процессов. Мой научный руководитель, доктор технических наук, доцент Дмитрий Владимирович Кознов. Соответственно, здесь я хотел бы представить свою работу, которую я планирую подать на диссертацию. Операционные методы приложения к слабому моделям памяти. Эта работа была выполнена вместе с моими коллегами из University College London, MD, SFB и Института Max Planck из Германии. Давайте перейдем к предложению. Для начала я хотел бы рассказать, собственно, о контексте, про то, что такое модель памяти в моем понимании, в понимании той области, в которой я работаю, соответственно, какая мотивация того, что я делал, какие задачи передо мной стоят. Начну я с того, что скажу, что такое моё понимание модель памяти, потому что моё понимание расходит с тем, как это было представлено год назад, когда к нам приезжал Михаил Мандрекин, который занимался немножко другими моделями памяти. Когда я говорю о модели памяти, я понимаю вот этим семантику некоторой многопоточной системы. Это может быть, например, процессор, или это может быть язык программированного, естественно, его формальная семантика. Соответственно, простейшая и наиболее естественная, как может показаться, модель памяти, это в соответственной консистентности, или SC, которая была предложена Лесли Лампертом, которая говорит, что семантика многопоточной программы, системы, это попеременно исполнение потоков этой программы на одном процессоре. Соответственно, что любое поведение в рамках этой модели может быть данным образом помоделировано. Давайте рассмотрим простейший пример и простейшую программу, на которой, естественно, исполним её в рамках модели последовательной консистентности. Здесь у нас есть два потока. Каждый поток состоит из двух инструкций. Первая инструкция — это чтение из некоторой локации. Вторая инструкция — это запись в некоторую другую локацию. Соответственно, у нас есть программные указатели, которые вначале указывают на первую инструкцию каждого потока. Соответственно, мы можем начать с исполнения программы. Сначала можем исполнить первую инструкцию. Да, я забыл сказать, что изначально мы считаем, что в памяти каждая локация приинтересована нулём. То есть, когда мы проводим первое чтение, мы получаем, что некоторый регистр записывает значение 0. После чего правый поток может выполнить чтение. Точно так же получается значение 0, потому что для локации записано такое же значение 0. И далее мы можем произвести записи в память, после чего значение в память обновилось. Таким образом, с переменным исполнением этих потоков, мы можем получить другие исходы, в том числе a равняется 1, b равняется 0, a равняется 0, b равняется 1. Но в рамках модели исследовательной консистентности мы не можем получить результат a равняется b равняется 1. Очевидным образом, потому что для того, чтобы прочитать 1 обоими чтениями, соответственно, мы должны выполнить операции записи до того, как выполнить хотя бы одно чтение, но, соответственно, мы не можем получить такой результат. Тем не менее, такие результаты исполнения подобных программ возможны, и более того, они случаются у нас в временных процессах. Соответственно, сценарии поведения программ, которые не могут быть промоделированы последовательной консистентностью в этой области называются слабые поведения, соответственно, модели памяти, которые разрешают слабое поведение, называются слабыми моделями памяти. И большинство реальных систем на данный момент обладают слабыми моделями памяти. Среди таких систем архитектуры процессоров x86 PowerArm и языки C++ Java, ну и, на самом деле, многие другие системы. Соответственно, хотелось бы ответить на вопрос, почему реальные системы обладают слабыми моделями памяти. Кажется, что слабое поведение — это что-то, что вредное, что что-то как-то неправильное. Почему так происходит? Ну, на самом деле, потому что современные процессоры и компиляторы, они активизируют программы, над которыми они работают. У них есть разные свойства, которые, соответственно, призваны улучшить производительность программ, повысить ее, которые в большинстве случаев являются докладными. Соответственно, если они применяются, то обычно доказывается некоторая корректность их, доказывается, что они не вносят новое поведение в программу. Но обычно, соответственно, для оптимизации компиляторов доказывается, что они не изменяют семантику однопоточных программ. Как раз в случае монопоточности оптимизация программ может приводить к появлению слабых поведений. В частности, если мы рассмотрим предыдущую программу, которую я показывал, если процессор по тем или иным причинам переупорядочит независимые, казалось бы, инструкции, записи и чтения в разные локации, то, соответственно, это может привести к слабому поведению, которое я показывал ранее. Можно получить 2 равняйцы, 2 равняйцы, 1 равняйцы. Соответственно, как я сказал, бывают модели памяти для процессоров, бывают модели памяти для языков программирования. Здесь я хотел бы сконцентрироваться на том, какие требования есть перед моделью памяти для языков программирования. Мы выделяем три критерия основных. Первый критерий — это эффективная компиляция. Что это означает? Предположим, что у нас есть некоторая программа, и мы считаем, что он написан на некотором языке, у которого модель памяти последовательная консистентность. И предположим, что мы хотим разработать компилятор, который из этого языка компилирует в ассемблер архитектуру Power. Как я уже говорил, вот такая вот программа на архитектуру Power может завершиться с результатом A равняется B равняется 1. Поскольку модель памяти исходного языка, из которого мы компилируем, не допускает такое значение, то, соответственно, наша схема компиляции должна некоторым образом запретить генерированному коду получать поведение A равняется B равняется 1. В случае структуры Power это можно решить, вставив между инструкциями специальный барьер. Барьер — это некоторые инструкции, которые запрещают определенное переупорядочение, запрещают определенную оптимизацию с точки зрения процессора. Соответственно, вот такая вот схема компиляции, когда нам приходится вставлять некоторые инструкции, которые замедляют исполнение процессора, мы будем считать неэффективной компиляцией, потому что, как я уже сказал, она замедляет исполнение. Кроме того, модель памяти языка программирования должна позволять делать широко распространенную компиляторную оптимизацию. Здесь я должен сделать некоторую маленькую ремарку, что вообще вот эта область модели памяти, она развивается следующим образом. У нас есть уже некоторые системы, которые нас устраивают, как работают. У нас есть некоторые языки, такие как C++, Java. И дальше, соответственно, ученые пытаются разработать некоторую формальную модель, которая будет удовлетворять тому, что уже есть. То есть мы не хотим менять процессоры, мы не хотим сильно менять компиляторы, мы хотим делать некоторую формализацию, которая будет удовлетворять вот этому. Ну и, соответственно, есть некоторое количество оптимизаций, Которые признаны хорошими Которые делаются в компиляторах GCC Например, в LVM И в других компиляторах И, соответственно, эти компиляторы оптимизации По идее должны быть поддержаны модели памяти Соответственно Что же такое корректность Компиляторной оптимизации В нашем понимании Пускай у нас есть та же самая программа И пускай у нас есть оптимизированная программа В которой мы, соответственно, переставили Инструкции в первом потоке То есть мы будем говорить, что Оптимизация является корректной Если все Сценарии поведения Полученной программы являются сценарием Поведения изначальной С некоторыми оговорками Которые нужны для Исполнения программы Которые не завершаются Но, тем не менее, в общем Должно выполняться примерно такое условие То есть, соответственно Программа после оптимизации Не должна иметь поведений Которых не было программы До оптимизации Да, соответственно Как я уже сказал Вот эта вот программа В модели постоянной консистенции Не имеет поведения A равняется B равняется 1 Тогда как вот эта программа имеет Очевидным образом Соответственно Оптимизация, которая Переставляет чтение С последующей записью От независимых локаций Некорректна В модели памяти Ну и, соответственно Третий критерий Это отсутствие Так называемых значений Из воздуха Что же это такое? Предположим, что у нас есть Другая программа Которая достаточно похожа На то, что у нас было до этого Стоит решательство Что теперь вместо единиц У нас есть Обращение к регистрам машины То есть у нас есть На самом деле Зависимость между Первой и второй инструкцией В каждом потоке По значению Если мы предположим Что локация x и y Изначально Принциплизирована нулем То, по идее Мы не должны получать Никакого другого поведения Кроме того Что a равняется b Равняется нулю в конце Потому что здесь нет Никакой арифметики Здесь явным образом Не упоминаются Никакие значения Кроме нуля Которые Принциплизированы x и y Но некоторые модели памяти Существующие Не удовлетворяют этому критерию И говорят, что Вот эта программа Можно решиться с a равняется b Равняется например 42 И так делают В частности c и c++ Это соответственно Некоторые проблемы Модели памяти c++ Так как она сейчас Описана в стандарте Давайте рассмотрим Какие модели памяти Для языков программирования Существуют на данный момент Из распространенных И рассмотрим их В свете тех критериев Которые были выделены ранее Соответственно Первая модель Это последовательная консистентность Про которую я уже сказал Соответственно Есть java Модель памяти Есть плюсовая модель памяти Для начала По критерию эффективности Компиляции Как было сказано ранее Последовательная консистентность Не удовлетворяет этому критерию Потому что Например В случае компиляции Power Мы должны вставлять Некоторые барьеры памяти Соответственно Модель памяти java И модель памяти c++ Они были разработаны так Чтобы эффективная компиляция Была возможна И соответственно Они удовлетворяют Этому критерию Что же касается Корректности Оптимизации То С последовательной консистентностью Опять проблема Как я уже говорил Если мы будем Перепорядочивать Некоторые Независимые Казалось бы Инструкции Мы будем получать Новое поведение Про модель памяти java Известно Что Она некорректна Даже для Оптимизации Которая используется В официальном компиляторе Oracle Некорректна В рамках этой модели А про c++ Известно Что с некоторыми Небольшими изменениями Она корректна Для большинства Пребуемых Аксимизаций Ну и соответственно Про значения Из воздуха Значения из воздуха Не появляются В модели Последовательной консистентности Они не появляются В модели памяти java Но Они появляются В модели памяти c++ Давайте немножко Погробнее поговорим Про этот крестик Собственно Откуда он взялся Модель памяти c++ Она Является Назовемой Ксиматической моделью памяти Или на самом деле Лучше говорить Декоративной Но Тем не менее В области принято Называть Ксиматическими Что это означает Это означает Что Семантика программы В этой модели Это некоторое множество графов Каждый граф Представляет Конкретное исполнение Программы Соответственно В рамках модели c++ Данная программа Может получить 4 результат Исполнение Которое соответствует А равняется В равняется 0 А равняется 0 В равняется 1 И так далее Соответственно Первые три Поведения Возможны В рамках Последственной Консистентности Четвертое Которое мы уже обсуждали Невозможно Давайте посмотрим на него Чуточку поближе Что же такое Что же такое Исполнение в рамках Аксиматической модели памяти Ну это на самом деле Некоторый граф В котором вершинами Удивляются операции над памятью Или чаще их называют Событиями Между событиями Такие модели Называются аксиматическими Потому что Обычно существует Некоторое количество аксиом Которые говорят Что в этом графе Не должно быть Некоторых путей Тогда граф Как будет считаться Корректным С точки зрения Этой модели Давайте рассмотрим Вот такую программу Которую мы уже видели Которую мы опять же Единицы поменяли На зависимость по данным И теперь С точки зрения Модели памяти C++ Вот этот вот запуск Он будет являться Корректным для Этой программы Точно так же Как запуск В котором вместо единиц Мы ставим восьмерки Или 42 Или все что угодно Вот он будет Убедрить тем максимумом Который в этой модели Памяти есть Соответственно Поэтому возникают Подобного рода Сложности То есть В рамках Формализма Аксиматических Моделей памяти Без потери Других свойств Например Корректности Нужных оптимизаций Не получается Добиться результата Когда Модель запрещает Поведение Когда называется Значение звука Соответственно В ключе Того что я сказал выше Проблема Которая существует Сейчас в области Формулировки Следующим образом Что не существует Модель памяти Для промышленного языка Программирования Которая удовлетворяет Всем тем критериям Которые я упомянул ранее И соответственно Глобальной целью Работы Которую я вел И веду Заключается в том Чтобы разработать Некоторый операционный аналог Некоторую операционную модель Памяти CC++ Которая не обладает Недостатком А именно У нее отсутствует Значение звука И которое Довлетворяет Основным Притериям Упомянутым ранним На самом деле Наверное сейчас Хорошее место Чтобы задать вопрос Если у кого-нибудь есть Я все-таки не понял Произвольность числа Покажите пальцы Как он возникает Просто проведите По этому пальцу По этому графу Я считаю Что это граф цикличный А у вас написано Что он цикличный На самом деле Здесь написано Некоторое отношение Happens before Про которое я ничего не говорил Которое на самом деле Не включает То, что здесь написано Оно сформулировано Именно таким образом Что вот это не включается То есть здесь все как раз циклично Нет Здесь есть некоторый цикл Но этот цикл Не запрещается Этой моделью Как возникает Производность Через какие-то А Ну Собственно Это декларативная модель Соответственно Как мы берем И строим Вот такие его запуски По этой модели Мы берем Модель И строим Так называемые Предзапуски В которых мы вставляем Все возможные числа В предзапусках Есть программный порядок Но например Нету Вот этой стрелочки После этого Когда мы получили Предзапуски Мы добавляем Нужные стрелочки Всеми возможными Способами Дальше проверяем Уполняем Све аксиомы Если нет То мы это Отбраковываем Промраченное значение Где здесь Ну я на самом деле Опустил Обычно Есть По идее Я должен был Еще нарисовать Вот здесь Две Операции записи Которые были бы Записью 0 И соответственно У них был бы Программный порядок Ко всем событиям Но я их опустил Для краткости А тогда бы это не дало Что x0 Должен быть Нет Нет Все он не дал Почему Если там стрелочка Ну там будет стрелочка Но там не будет Значит Хорошо Проблема здесь какая Проблема с тем Что у нас есть Некоторый цикл Вот этот вот Это по-английски Который называется Казалитин Сайкл Сайкл Соответственно У нас есть Некоторая зависимость Вот этого чтения В некотором смысле От самого себя Потому что мы Вот это значение Передаем сюда Потом оно сюда передается Ну и так Так происходит Вот соответственно Вот цикл Такой формы Он не запрещается В модели Памяти C++ Если у нас появится Какая-то стрелочка Которая идет вот сюда Она в цикл не попадет Поэтому она Ничего не может помешать Более того Но она будет такого же типа Поэтому даже если бы она Включалась в цикл Такой цикл Не был запрещен Все-таки Откуда не нули возникают Вот У этих перемен Я как-то вот Не понял Вот это Хорошо Могу что-нибудь Рисовать Да Хорошо Значит Если достаточно кратко То Идея такая У нас есть эта программа Мы берем Строим предзапуск И в предзапусках У нас Мы получаем только Шаблон Программы В котором Настоящие значения Не вставлены Это такой вот Да Ну на самом деле Как я сказал Здесь есть еще Инициализирующая запись Давайте мы добавим Чтобы вопросов не было Вот таким вот образом Да Все стрелочки Которые я сейчас нарисовал Это программный порядок Вот Как я сказал Здесь С на Значение пока не написано Вот можно считать Что у нас есть Множество графов В которых На каждом месте Где ничего не написано Написано все что угодно Восьмерки Сорок два Все что угодно Вот Например Дальше мы должны добавить Некоторые другие отношения В этот граф А именно Например отношения Читает из Read from Вот Мы предположим Мы можем Мы их можем выбрать Недетерминированно Но в частности Мы можем выбрать Вот такие вот Да Вот Соответственно Получившийся граф Так получается Что он удовлетворяет Всем максимумам Которые есть В модели памяти Си плюс плюс Поэтому Си плюс плюс Разрешает Такие значения Я наверное забыл сказать Что на самом деле При реальных запусках Программ Такие значения Не появляются Ни на каких Современных процессорах Вот Но формальная модель Си плюс плюс Она их разрешает Аа Я думал Что могут возникать Нет Ну то есть На самом деле Они Они позволяют На самом деле Есть такой Процессор Дек альфа На котором Такие значения Можно получать Но его перестали Производить Насколько я знаю В 2007 году А у вас стрелочка Из инвентаризации Нулем Да Где 8 Она Не заключается Восьмом Нет Вот Если кратко То Не мешает Вот Я готов После Своего доклада Подробнее Про это Рассказать Ну то есть Если там Запись была В x В x В x В x В x В x Мы читаем Из x И можем Получить Не 0 Так Ну так Ну так Ну так Ну так Здесь Здесь Что мы сейчас обсуждаем На самом деле Оно верно Даже не в В рамках Слабой модели памяти Давайте мы Значит Вопрос такой Тут спускай у нас есть Некоторая запись Давайте запишем В x В 0 После этого У нас происходит Некоторое чтение В x Да Можем ли мы здесь Получить какое-то Другое значение Отличное от 0 Да Можем Если у нас параллельно Поток записывает Какое-то другое значение В их перемен Вот Как я сказал Постановка задачи Это разработать Операционный аналог Модериси плюс плюс То есть не декларативно Не на графах А в терминах Некоторой абстракции Машины Которая не обладает Такими недостатками Сейчас я Сразу перейду к результатам Минуя Постановку задачи Потому что Соответственно у меня Был такой сложный Климический путь В рамках Диссертации И Соответственно Объяснить Что было сделано И какие предоставленные задачи Проще Соответственно Сразу через призму Результаты Соответственно Какие результаты Во-первых Был предложен Торрекционный аналог Модели Для CCC плюс плюс 11 И для этой модели Был реализован Интерпретатор Но одновременно С моей работой Появилась Работа Коллег из института Макса Планка Так называемая Обещающая семантика И Соответственно Эта модель Обладает Очень многие идеи Которые были Использованы В моей модели памяти Точно так же Появились В этой модели памяти Соответственно И было показано Что в этой модели Нету значений Из воздуха Которые мы обсуждали Далее Соответственно После этого Я начал работать С коллегами Из этой группы Ну и соответственно Было принято решение Продолжать работу В рамках этой модели И отложить модель Которая была сделана Ранее Соответственно Эта модель Сейчас ведется Обсуждение о том Чтобы Возможно сделать Ее моделью Языков В cc++ И java В смысле Ведется обсуждение С людьми из комитетов Соответствующих языков Постандартизации Соответствующих языков И Собственно В рамках Вот этой работы Я решал следующую проблему Здесь была доказана Корректность компиляции В x86 и power Соответственно У них не было Доказательства Корректности Компиляции В архитектуру arm Вот это Соответственно То Чем Я занимался Эту Да Соответственно Вторым результатом Моей работы Является Доказательство Корректности Компиляции Существенного Подможества Обещающей Модели памяти В операционную Семантику Arm V8 Поп Который Появил В 2016 Году И Третьим результатом Является Доказательство Корректности Компиляции Существенного Подможества Обещающей Модели памяти В аксиматическую Модель памяти Arm V8.3 Которая Появилась В апреле 2017 Года Соответственно Теперь Я перейду К Описанию Результатов Доказательство Фровализовано Или На бумаге Значит Вот это Доказательство На бумаге Вот это Доказательство Частично В коке Но Соответственно Это Собственно Та часть Которая Относится к коку Она не присутствует В моей диссертации Это следующий Да Ну соответственно Давайте я расскажу Про свой модель памяти Значит Модель Сформулирована В сербинах Австрактной машины Память У нас Представляется Не как просто Функция Из локации В значения Но как Множество Некоторых Назваемых Сообщений Сообщения Это тройка Локация Значения И некоторая Метка времени Которая позволяет Упорядочивать Записи В одну локацию У каждого потока Есть взгляд На память Или Как мы их называем Фронты Это функции Которые По локации Возвращают Метку времени То есть Конкретно Вот это Говорит о том Что левый поток Знает О том Что В локацию Х Была сделана Запись С меткой Времени Ноль Соответственно То же самое Для игорьки Ну и то же самое Для правого потока Поскольку Эта модель Операционная У нас также Есть Указатель На следующую Инструкцию И для того Чтобы в рамках Этой модели Получить Поведение О равняется Б равняется Единице У нас есть Механизм Откладывания Операции В некотором смысле Он похож На Ленивое Исполнение В данном Случа Мы делаем Следующим образом Модель памяти Может взять И вместо того Чтобы исполнять Некоторую инструкцию Может ее отложить После того Как модель Это сделала Она может Выполнить Следующую инструкцию После того Как она выполнила Инструкцию Записи В игрек Появляется Новое сообщение Что в игрек Была записана Единица С меткой Времени Один После чего Правый поток Может из этого Может из этого Сообщения Прочитать После того Как поток Читает Из некоторого Сообщения Он обновляет Свой фронт Теперь он говорит Что он видел Сообщение В локацию У С меткой Времени Один После чего Он может Сделать запись А В переменную Х И После этого Единственная операция Которая осталась Выполнить В рамках Исполнения Этой программы Это Выполнить Отложенное чтение После того Как мы Выполняем Отложенное чтение Мы получаем Значение А равняется Единица Вот Да Соответственно Какие Свойства Есть у модели Которые я писал В модели Были поддержаны Основные конструкции В отличие Обещающие модели Памяти Про которые Я буду говорить Чуть дальше У нас были поддержаны К сожалению Здесь забыл написать Чтение с модификатором Consume Для модели Был реализован Интерпретатор Интерпретатор Был реализован На диалекте Леспа Рекет С помощью Фреймворка От Вилти Редекс Модель Была пробирована На 40 тестах Соответственно Которые были найдены В соответствующей Литературе И Некоторой Программе А именно Алгоритме RCU Read copy От Дейт Наша модель Совпадает С моделью C++ На 36 Тестах На 4 других Тестах Не совпадает На 2х Тестах Это не совпадение Это хорошо Потому что Тесты показывают Что у нас нет Узначения из воздуха На 2х Других Два других Теста показывают Что соответственно Наш подход С Синтаксическим Откладыванием Операций На самом деле Не может поддержать Все необходимые Оптимизации И это на самом деле Ровно тот пункт Из-за которого Мы переключились На работу В рамках Обещающей модели памяти В операционную модель Собственно Теперь я перейду К второму Результату Это ДКС Корректность Компиляции Из обещающих Модели памяти В операционную Модель Ровно 8.0 Для начала Я кратко Изложу Что я понимаю Под корректностью Компиляции Предположим Что у нас есть Некоторый исходный Язык Предположим Что у нас есть Некоторый целевой язык Пускай у нас есть Некоторая схема Компиляции Которая берет Программу В изначальном языке И переводит Программу На целевом языке Пускай у нас есть Некоторая исходная Модель Памяти Пускай у нас есть Некоторая целевая Модель памяти И тогда Мы должны Показать Что для любой Программы Из исходного языка Семантика Скомпилированной Программы В целевой Модели памяти Вложена В семантику Программы Изначальной В изначальной Модели памяти Сейчас я Кратко расскажу про обещающую модель памяти основные вещи в обещающей модели памяти такие как метки времени, фронты и так далее они такие же как в модели памяти которая была разработана мной отличие заключается в том как они с помощью какого механизма они получают в такой программе поведение A равняется B равняется единице вместо того чтобы откладывать какую-то операцию любой поток в любой момент времени может пообещать сделать некоторую запись в какую-то локацию после того как какой-то поток, в данном случае левый поток обещает сделать запись соответствующее сообщение попадает в память в данном случае это запись в Y значение единица с меткой времени 1 это обещание оно не детерминировано в том смысле что в любой момент времени любой поток может пообещать абсолютно любую запись в модели существует механизм сертификации, который запрещает обещать произвольные сообщения но про этот механизм я не буду сегодня говорить кроме как после презентации если кому-то это интересно здесь я выделил, что некоторая инструкция была обещана но на самом деле в обещающей модели памяти никакая инструкция не упирается просто поток делает некоторые обещания но для иллюстрации здесь выделено какая инструкция соответствует обещанию после того как обещание было сделано соответствующее сообщение стало видимо для других потоков теперь правый поток может прочитать из этого сообщения и получить b равняется единице после этого он может выполнить операцию записи в локацию x теперь у нас есть это значение в памяти которое может быть прочитано левым потоком после того как он уже прочитал у нас уже получили a равняется b равняется единице единственное что осталось сделать это выполнить обещание которое было сделано ранее естественно выполнить инструкцию записи в элементную игру а естественно теперь я расскажу про еще одну модель памяти естественно как я сказал сейчас мы проводим компиляцию из обещающей модели памяти в модель памяти rb8 pop значит эта модель памяти состоит из двух компонент у нее есть иерархическая система памяти которая некоторым образом похожа на то что происходит в современных процессорах с точки зрения кэшей соответственно она имеет право недетерминированно исполнять инструкции и соответственно чтобы получить значение a равняется b равняется 1 давайте посмотрим на такой пример естественно сначала правый поток отправляет запрос на запись который попадает в подсистему памяти после чего правый поток не дождавшись получения результата может отправить запрос на запись а теперь в подсистеме памяти вот это в рамках модели называется буфер что соответствует некоторым образом собственно кэшу процессора и соответственно в этом буфере если есть два запроса которые между собой независимы то есть относятся к разным локациям то они могут быть перевопорядочены независимы потому что они не являются вязами ну да 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 спасибо за вопрос во всех примерах я считаю что x и y это это заранее известно что это разные адреса в памяти которые никак не пересекаются соответственно да соответственно в рамках буфера если буфер видит что есть некоторая запись например в адрес 100 и есть некоторая запись в адрес 200 то это соответственно независим ну это чтение извиняюсь из адреса 200 соответственно независимые операции могут быть перевопорядочены соответственно после того как они перевопорядочены вот этот запрос может дойти до памяти соответственно записать единицу a в локацию x После того, как это сделано, теперь уже левый поток может отправить запрос на запись Перед тем, как отправлять запрос на чтение, который тоже в некоторый момент попадает в память Ну и теперь осталось только выполнить запросы чтения и получить результат равняется b, равняется единице Соответственно, проблема в доказательной корректности компиляции заключается в том, что обещающая модель памяти Достаточно ограничена в том, как она может исполнять непопорядку инструкции, в отличие от модели памяти ARM Да, обещающая модель может только нетермируемо что-то обещать, но все остальные инструкции, такие как чтение, она должна выполнять непопорядку Вторым отличием существенным является то, что модель памяти ARM не накладывает порядка на запросы записи в течение работы машины Этот порядок на самом деле появляется после того, как машина исполнилась Он соответствует тому, в каком порядке записи попали в основную память А в обещающей модели памяти, естественно, есть метки времени, про которые я говорил Ну, соответственно, если мы хотим построить доказательство корректности компиляции через симуляцию одной машины другой То, соответственно, из-за этих двух пунктов у нас возникают некоторые сложности К сожалению, насколько я понимаю, у меня есть очень много времени Поэтому, собственно, как вот эти две проблемы были решены, я расскажу очень медленно Соответственно, первая проблема решалась с помощью так называемой запаздывающей симуляции Для решения второй проблемы мы завели некоторую промежуточную машину, которая на самом деле использует метки времени Некоторую ограниченную версию машины ARM8POP И доказали, что несмотря на то, что она вводит некоторое дополнительное ограничение на каждый конкретный шаг В итоге она эквивалентна изначальной машине Соответственно, мы можем показывать скорректность компиляции из обещающей семантики в эту модель Соответственно, запаздывающая симуляция выглядит следующим образом Пускай у нас есть некоторая программа, которая частично исполнена обещающей моделью ARM А у нас, естественно, префикс, который полностью выполнен А ARM-овской модели выполнен и обещающей моделью Соответственно, как во всех декайстах по симуляции мы заводим некоторые отношения симуляции или инвариант В нашем случае для того, чтобы производить запаздывание одной модели относительно другой Мы представляем это отношение как объединение двух непересекающихся отношений Одно из которых говорит, что обещающая машина ждет, пока ARM-овская модель выполнит следующую инструкцию за ее указателем Ну и, соответственно, вторая часть отношения симуляции говорит о том, что обещающая машина может и должна сделать какое-то количество шагов Ну и, соответственно, в этом состоянии, когда у нас есть некоторые инструкции, которые еще не выполнены ARM-ом Обещающая машина ждет После того, как в какой-то момент у нас начинает выполняться вторая часть И, соответственно, мы должны выполнить некоторые инструкции в обещающей машине и так далее Когда ARM-овская модель делает некоторое спекулятивное исполнение операции записи То обещающая машина должна пообещать соответствующую запись Да, значит, еще раз Общая структура декоративства выглядит следующим образом Мы сначала заводим промежуточную машину, которая использует метки времени Доказываем эквивалентность Показываем запаздывающую симуляцию между обещающей моделью памяти и модифицированной моделью памяти ARM Третьим результатом является декоративная компиляция в аксиматическом модели ARM-8.3 Соответственно, эта модель является аксиматической Соответственно, точно так же, как и в случае модели C++ Мы строим некоторые графы, чтобы представлять исполнение в этой модели Ну и, соответственно, дальше, если мы хотим показывать декоративную компиляцию Возникает, опять же, очевидная проблема, если мы хотим применять симуляцию О том, что у нас есть некоторая монолитная структура И мы хотим ее просимулировать некоторой абстрактной машиной Некоторой последовательностью шагов Соответственно, что делать, не до конца понятно Более того, вот этот граф мы не можем строить по шагам Мы не можем его строить, добавляя по одному событию Соответственно, чтобы обойти эту проблему Мы разработали некоторую операционную семантику поверх модели ARM-8.3 Которая на самом деле является некоторым хитрым отходом этого графа Которая, соответственно, покрывает граф, можно сказать, в двух направлениях Соответственно, мы их называем покрытием событий и выпуском событий Покрытие событий соответствует симуляции Соответственно, исполнению команд обычным способом Выпуск, соответственно, обещанием в рамках обещающей машины Соответственно, эту часть я пропущу Соответственно, общая структура заказательства будет следующим образом Сначала мы вводим некоторую операционную семантику Именно семантику обхода поверх косматической модели ARM-8.3 После чего мы доказываем, что этот обход полон То есть для любого исполнения в рамках данной модели существует некоторый обход Дальше мы используем данный обход как базу для инструкции в доказательстве по симуляции из обещающей модели в модель ARM-8.3 Соответственно, дальше я перейду к подведению итогов своей работы Есть ли какие-то вопросы сейчас? В модели ARM-8.3, она допускает значение его здесь вложено? Нет А как они добились для модели? Сейчас я покажу как раз на той программе В модели C++ здесь у нас в графе существует только отношение программного порядка В случае процессорных моделей здесь еще обычно существуют дополнительные отношения Там была зависимость по данным Там появляется дополнительная стрелочка data Таких стрелочек в модели памяти C++ нету по принципиальным соображениям Потому что они запрещают некоторые оптимизации, которые хотелось бы иметь Соответственно, поскольку у них есть эта стрелочка И у них другой набор axiom Соответственно, вот здесь у них возникает цикл Из отношения data и чтения is Который запрещен, соответственно, в ARM-8 модели Но это связано, соответственно Почему так можно было сделать в ARM-8 и почему так не сделали в плюсовой модели? Потому что в ARM-8 модели памяти Поскольку это модель памяти для процессора Она не должна поддерживать компиляторную оптимизацию А плюсовая модель, очевидно, должна поддерживать компиляторную оптимизацию Ничего себе, вопросы? Ну, это рассчитано на униформную модель памяти На униформную модель памяти То есть вся память одна Но не новым, а безусловно, отдельно Как пропишутся Вы имеете в виду, что там нету кэша и так далее? Да нет, где нету кэша? Да, мне, правда, ближе процессор, скажем, от 90-х Но каждый процессор имеет свой набор памяти локальной Хотя, с точки зрения проложения, адресуется она прозрачна Но времена доступа к памяти, которая находится на коробке одного процессора Существенно отличается от времени доступа Из того же процессора памяти в другой коробке Там есть еще специальные прибулы, которые имеют переупорядочевать память и так далее Но вот эти все оптимизации и последствия рассуждения В общем, выглядит так, что покрывается только униформная модель памяти без вот этих нубоноток Потому что там, как бы, неожиданности, в вашей карминологии события могут происходить еще более чудным способом То есть больше отношений будет, грубо говоря, и граф становится таким более чудным Потому что даже отложенная запись, она отложенная запись куда и кем обещана Одним узлом, да? Другой узел знает про обложенность и про обещание То есть возможности нагадить, так сказать, там получается больше А норма, это не только если из 90, это даже партнерный инфуз То есть, если много, ну, как мы говорим, многосокий инфузский вариант, да? У него тоже есть оптимизм памяти в прозрачном решении И неоднородность доступа, то есть, несмотря на прозрачность адресации Я не уверен, что... должен ли я что-то ответить? Ну, я просто поинтересовался, как-то учитывается неоднородность самой памяти То есть, память это просто один кусок Она вся одинаковая, и доступ к ней для всех одинаков А, ну, хорошо, мне проще всего, наверное, ответить это вот в контексте Первая ARMовская модель, которую я показывал, это ARMv8.pop, когда я показывал буферы Соответственно, вот эти буферы можно считать некоторой неоднородностью памяти Ну, ладно Потому что некоторые сообщения, например, может быть видно процессору номер 1 и 2, но не видно процессору номер 3 А, ну, да, наверное Вот, и на самом деле вот эта вот модель аксиматическая ARMv8.3 Она является упрощенной версией, соответственно, ARMv8.pop с некоторой точки зрения Вот, ну, частично она учитывает такие эффекты Соответственно, в обещающей модели памяти такие эффекты учитываются с помощью фронтов и меток времени Вот, к сожалению, я про это много не успел рассказать, вот, но я могу про это рассказать потом Ну, то есть, да, память неоднородна в этих моделях памяти В том смысле, что разные процессоры видят память по-разному Давайте перейдем к итогам Соответственно, для начала теоретическая и практическая значимость работы Соответственно, в рамках первого результата Была предложена некоторый операционный способ задания реалистичной модели памяти С помощью меток времени фронтов Что интересно Соответственно, с теоретической точки зрения, как мы видим Аналогичный подход был применен в обещающей модели памяти Далее приводится ДКС-корректность компиляции Для аксиматической модели памяти Про которую я рассказал совсем чуть-чуть Вот этот вот некоторый обход Ранее в ДКС-корректность компиляции Из обещающей модели памяти В модели памяти X86 и Power Использовался альтернативный способ Который, к сожалению, оказался неприменим Для модели ARMv8.3 Соответственно, тот механизм, который мы предлагаем Мы, соответственно, верим в то, что он применим Для моделей X86 Power И для последующих моделей И, соответственно, на самом деле прямо сейчас Я веду работу над использованием этого же метода Для ДКС-корректности компиляции в модели Power Кроме того, в работе была показана корректность компиляции Для архитектуры ARM Более конкретно для двух ее моделей Что является некоторым необходимым аргументом В разговорах о том, чтобы сделать обещающий модель памяти Соответственно, моделью некоторого промышленного языка программирования В частности, C++ или Java Соответственно, какие были сделаны публикации Соответственно, есть публикация корректности компиляции Подможенства обещающей модели памяти Симметическую модель ARMv8.3 Которые, я надеюсь, будут опубликованы в этом году В научно-технических ведомостях политехнического университета Соответственно, есть статья, обещающая компиляция в ARMv8.3 Которая была принята на открытую конференцию из Прана Соответственно, есть публикация про компиляцию в ARMv8.pop На конференции e-coup в этом году Кроме того, есть тезисы На конференции языки программирования и компиляторы Которая проходила в этом году в Ростове И, соответственно, есть статья на архиве По результатам первой части моей работы Соответственно, в планах развития работы, которая сейчас ведется Это, соответственно, декористая компиляция Корректность компиляции для всей обещающей машины В архитектуре ARMv8.3 и Power Которая планируется перевести в системе доказательства COG Кроме того, существует определенный интерес в научном сообществе В разработке программной логики Для того, чтобы можно было рассуждать и доказывать некоторые утверждения про программу Соответственно, хотелось бы разработать логику для обещающей машины Естественно, еще раз результаты Предложен операционный аналог в модели C++ Для него написан интерпретатор Доказана корректность компиляции для подможения обещающей модели памяти в ARMv8.pop И тоже доказана корректность компиляции в аксиматическую модель ARMv8.3 Спасибо за внимание Спасибо за внимание Вопросы для тех, кто понял и не понял Фиарей Да В чем проблема Компетрус-практики значения из воздуха Насколько понимаю 11 стандарт Всяк Он какие программы считает undefined behavior из race condition То есть просто не описать эти программы и не будет значения из воздуха Ответ на этот вопрос разделю на две части Во-первых, по поводу race condition Все вот эти модели памяти, которые разрабатываются Это нужно для того, чтобы писать высокопроизводительные программы Все эти модели памяти нужны для того, чтобы подавать семантику для программ с race condition Если у вас в программе нет race condition То большинство разумных моделей памяти В том числе обещающих модель памяти Утверждают, что все ее поведения могут быть объяснены в рамках последовательной консистентности То есть если в вашей программе нет гонок по памяти То можете считать, что ваша программа исполняется как будто бы она исполняется по переменам на одном процессоре Поэтому все вот это нужно для того, чтобы давать семантику программ, которые имеют, например, log-free алгоритмы Но log-free пишется и на плюсах типующей модели Атомиков Атомиков Да, это все про атомики Я это не сказал явным образом Атомики это не race, а от семи атомиков рейс не получает Я имел ввиду, что если у вас есть атомики Хорошо Все примеры, которые я рисовал Я исходил из этого Я явно мужа этого не сказал Но считалось, что во всех этих случаях все обращения к памяти это атомики То есть сама программа без race Но по сути это она бесполезная Нет, в смысле те, которые я показывал, они действительно бесполезны Потому что если я показывал какой-то полезный пример, я бы убил полтора часа на то, чтобы объяснить, как этот пример работает Полезный пример это Linux'овый kernel memory manager С жуткими race-кондишенами, с атомиками, со всеми Да, на самом деле один из как бы заказчиков в некотором смысле этого research Вообще вокруг модели памяти это Пол Маккини, который занимается в Linux'овом ядре реализацией read, copy, update Соответственно, это как раз лоб 3 update Да Я, по-моему, не ответил на вторую часть вопроса По поводу значения из воздуха, почему они плохие Проблема такая, что представьте, что у вас есть, соответственно, вот та программа, которую я показывал А, ну, на самом деле, значит Да, давайте я кинчу ее вторую В принципе, первая часть понятна, как был ваш подход Потому что я, наверное, упирал на то, что такие программы вообще не надо писать А Смотрите, все-таки какие нужны Вот, значит, он написал Пусть Вот, ну, хорошо, хорошо, да Ну, да, в общем, если кратко Значения из воздуха, соответственно, если даже у вас есть атомики Плохи тем, что вам не сделать логику для такого языка Потому что, ну, разумная логика для такого языка Из тех соображений, что если у вас в программе нету никаких значений и нету арифметики А вы внезапно получаете 8, то про такую программу рассуждать очень тяжело Ну, правильно, для таких программ для данных что-то сложно Я тебя и понял Да Такой вопрос Вот, у вас часть работы Значит, вы хотели, как бы говоря, свою модель на арбузку Да Модель памяти Которая, на самом деле, в силу такой сильной многоязвенности Может быть очень сложной Перепорядочной На самом деле происходит На каждом уровне кэшов и так далее И так далее Вы это сейчас специально пропустили В силу ограниченности Времени Можно сказать, как это можно детально посчитать Разобраться, как это у вас получилось В смысле, как у вас получилось натянуть? Да Это можно в моей статье, которая на e-coup'е Сейчас я ее покажу Да, вот это вот статья Вот Ну, соответственно, я немножко говорил про это Это, соответственно, та запаздывающая симуляция Да-да-да Подробнее про это можно вот здесь Там, когда речь идет о корректности капилляции языками И целью какой-то То есть это как-то множество? Ну, на самом деле, это минимальный язык Который, соответственно, интересен в рамках, соответственно, многопоточности Конкретно в моих доказательствах это был язык, в котором есть записи, чтения с разными модификаторами Барьеры доступа Барьеры памяти, извините И условные переходы Вот это Ну, да, еще на самом деле присваивание, естественно А вызовы? Нет, функциональные вызовы это не рассматриваться Да Ну, то есть, на самом деле, например, обещающая модель памяти Она вообще определена не для какого-то конкретного языка Она определена для системы переходов Где переходы помечены, соответственно, вот Теми событиями, про которые я говорил А все остальное, что относится, например, к вызовам функций Это, там, epsilon-переход, про который мы, как бы, ничего не хотим говорить Скажем так То есть, это просто неважно с точки зрения модели памяти Да, на самом деле это, соответственно, некоторое Третье направление, про которое я не стал говорить Ну, как бы, оно не совсем имеет отношение непосредственно к моему решению, но тем не менее, да Соответственно, есть такой проект, как ComCert Соответственно, полная верификация компиляции C Вот, соответственно, как бы, итоговая цель, естественно, это доказать Корректность компиляции многопоточного C в x86 power и arm Вот, это, ну, некоторый достаточно сложный план То есть, уже есть работа, которая расширила доказательство ComCert Для многопоточности в x86 Вот, но там, соответственно, модель памяти достаточно простая Вот, поэтому там это получилось сделать Можно еще вопрос по первой модели? Да Которая с подложенными операциями Да Вы упоминали, что она не подошла, потому что не срабатывает оптимизация Да А какого типа оптимизации не работает? Ну, значит, наш подход, он был такой синтаксический, да В том смысле, что, значит, программа в каждый момент времени Либо может выполнить инструкцию, которую она прямо сейчас видит, да Либо отложить Вот, дальше мы некоторым образом обобщили этот подход На случай, когда у вас есть некоторое Когда у вас есть поток управления, да Когда у вас есть какое-то ветвление, да Например, если у вас есть какой-то if В котором в каждой ветке есть по одной и той же записи То в рамках, соответственно, слабых моделей памяти Мы должны поддерживать поведение, когда, соответственно, Эта запись случается до того, как будет выбрано По какой ветке пошло исполнение, да А, соответственно, даже несмотря на то, что у нас это было сделано Дальше там возникают некоторые похожие проблемы, вот Которые, соответственно, нам хорошо не получилось преодолеть Потому что, соответственно, нужен вот этот вот Семантический механизм обещаний На самом деле у него тоже есть минусы, про которые я не упомянул А именно то, что для нашей модели мы реализовали интерпретатор А для обещающей модели память интерпретатора не возможно реализовать Ровно потому что, соответственно, модель может в любой момент Делать некоторые недетерминированные обещания После чего, соответственно, поток должен сертифицировать Что он сможет делать эту запись И вот этот вот процесс сертификации, он алгоритмически не разрешен Поэтому для обещающей модели памяти сделать интерпретатор невозможно Это один из минусов Но зато она позволяет поддержать большее количество оптимизаций Хорошо, давайте я тогда расскажу Предположим, что у нас есть программа, на которой я показывал поведение Значит, изначально у нас в памяти записано по нулю для икса и для икса Вот это вот первое 0 это значение, а второе 0 это метка у меня нет Указатель у нас находится вот здесь Значит, чтобы получить слабое поведение, когда, например, A равняется B равняется 42 Один из потоков должен пообещать сделать запись со значением 42 Предположим, что левый поток, соответственно, обещает сделать такую запись После этого в памяти появляется новая запись Вот Но после того, как поток сделал этот шаг, как бы пообещал вот эту вот запись Со значением 42 Должна произойти сертификация Что такое сертификация? Это поток должен показать, что в изоляции, в текущем состоянии памяти Без появления памяти новых сообщений со стороны других потоков Он может выполнить все обещания, которые он сделал к этому моменту Соответственно, сейчас поток не может сертифицировать значение 42 Потому что он не может прочитать значение 42 из памяти Соответственно, он не может сертифицировать Вот почему этот процесс алгоритмически не разрешим Как и любой разумный статический анализ В смысле, в случае любого разумного статического анализа сложного Я могу здесь поставить какой-то неразрешимый предикат И я не смогу сказать, попаду я в эту ветку или нет Так, у Саши вопрос Вы говорили, что в отношении словах Я скажу, что этот цикл мужчины сейчас Я смотрю, как подарить их Да Вы можете отметить, какие есть принципиальные сопрещения Восмашенности как бы запрещенных циклов На уровне схематики результатов Да, хорошо Значит, я надеюсь, видно, что я пришел Я могу писать крупнее Хорошо, я попробую Значит, давайте рассмотрим еще раз программу, о которой я говорил ранее А именно Первую программу, в которой мы просто записываем единицу Да, я не написал крупнее, извините Соответственно, для этой программы Здесь точно такой же цикл Который был ранее Да, я здесь нарисовал цикл Поверных инструкций, а не порядка какого-то исполнения событий Но тем не менее Если мы хотим здесь прочитать единицу То мы здесь получаем цикл Соответственно, поскольку такое поведение проявляется на power и на arm Вот для именно такой программы, в которой есть единица Мы не хотим запрещать такой цикл Когда я здесь меняю единицу на a и b, цикл остается тем же самым Поэтому, поскольку мы, как я сказал ранее, не хотим запрещать вот такой вот шаблон То мы не можем его запретить и для программ, в которой единицы нет Почему? Потому что, соответственно, о том, что здесь есть некоторая зависимость В рамках плюсовой модели памяти мы не знаем А если мы узнаем, то у нас возникнет некоторая проблема То есть, например, предположим, что у нас здесь не зависимость по данным, а зависимость по управлению Да? Как мы это можем сделать? Ну, например, у нас вот такая вот ситуация Мы сначала читаем из х А потом, в зависимости от того, что мы прочитали Мы записываем единицу В смысле, если мы прочитали что-то, что не ноль Мы записываем единицу И симметрично в правом потоке Да? Вот это, на самом деле, если я нарисую картинку, то это будет соответствовать ситуации Когда у нас будет... Ну, на самом деле, картинка в том случае, когда мы получаем А равняется B равняется единице Будет получаться ровно такая, как я рисовала до этого Вот, но там, соответственно, будет появляться независимость На самом деле, у нас здесь есть независимость по данным, а зависимость по управлению Да? Вот, но, например, зависимость по управлению Мы не хотим добавлять в рамках плюсового модели памяти Почему? Потому что если мы чуть-чуть поменяем программу И сделаем ее вот такой вот Когда в обоих ветках мы записываем единицу У нас и к этой записи, и к этой записи есть зависимость по управлению От чтения Но компилятор может взять и оптимизировать допрос, куда записать единицу в библи Я не уверен, что я ответил на вопрос Спасибо вам Хорошо Какой план по тому, чтобы стандарты присутствуют? Ну, это на самом деле Официального плана никакого нет Но такие люди, как, например, Ханс Боем и Дагли Думают о том, что обсуждают активно с моими коллегами Соответственно, как встроить эту модель, например, заменить джавовскую модель памяти Джавовская модель памяти, как я уже говорил, существует некорректность Некоторые компиляции, в принципе, она, скажем так Ну, это мое субъективное мнение, но она как-то хуже, чем плюсовая модель памяти На самом деле, не только мое субъективное мнение, но тем не менее Скажите, а вы называете свою модель аналогность? Ну, что значит слово аналог? Ну, да, на самом деле, она здесь не то, чтобы полностью Я не могу сказать, что наша модель, она там полный аналог Но, соответственно, что мы сделали? Мы взяли, соответственно, модель памяти, она определена на некотором подможестве Ну, в смысле, на некотором маленьком язычке, можно считать так В котором, соответственно, есть некоторые модификаторы доступа у записи, у чтений Про которые я ничего не говорил, но они, тем не менее, есть Вот, соответственно, мы пытались сделать операционный вариант В котором, соответственно, язык тот же самый И мы пытались добиваться тех же самых поведений с точностью До, например, значения из воздуха, которые считаются плохими То есть, да Чтобы совпал в надежде 36 тестов Ну, да Вот Примерно так А все ли оптимизации, которые возможны в C++ модели Возможно В модели обещающие Значит, тут есть некоторая проблема С тем, что, во-первых, я бы сказал, что, наверное, не существует списка оптимизаций, которые, значит, возможны в плюсовом модели Я бы сказал так Все ли оптимизации, которые хотелось бы уметь поддерживать, которые поддержаны в плюсовом модели, поддержаны в обещающей модели А тут, соответственно, тоже есть очередная проблема с тем, что, к сожалению, нет такого списка Его никто не составил Есть некоторое такое Вот в научном сообществе, к сожалению, на данный момент существует некоторое представление о том, какие оптимизации должны быть поддержаны Вот, но, значит, у кого окончательного понимания нет Например, есть оптимизация, которая кажется абсолютно естественной Когда мы, пускай у нас есть два каких-то Давайте я чуть побольше Два таких потока, когда у нас выполняется сначала какой-то блок S1 Потом S3 в первом потоке Потом, соответственно, S2 и S4 в другом потоке Вот, соответственно, казалось бы, что должна быть корректная оптимизация Когда мы, соответственно, просто перемежаем инструкцию Ну, вот так получается, что, например, в плюсовом модели памяти вот эта оптимизация некорректна И она некорректна и в обещающем модели памяти Соответственно... А может, дедлоги? Нет, дедлоги тут не возникают Это связано с некоторыми модификаторами доступа сложными Вот, к сожалению, прямо сейчас у меня нет примера Прямо сейчас его, к сожалению, не смогу написать Но я знаю, что такая проблема есть Вот, а в принципе... Плюсовый тоже невозможно Такой пример есть, что плюсовый возможно, а в вашем невозможно Ну, к сожалению, я, наверное, не могу ответить на этот вопрос Вот, скажем так, те оптимизации, которые были рассмотрены Это некоторый достаточно узкий круг Но из которого, соответственно, потенциально может получать некоторые более большие оптимизации То есть, например, в работе, которая представляет обещающую семантику Там была доказана корректность оптимизации Которая переставляет независимое обращение от чтения и записи Если это не противоречит модификаторам доступа Соответственно, оптимизации вот такого плана там не рассматривались, по-моему Если не ошибаюсь Потому что, соответственно, сама семантика задана в терминах некоторой системы переходов Где у нас явным образом вот это вот не появляется Но, тем не менее, вот эта оптимизация, она точно корректна Обещающая модель памяти, когда мы выносим Да, когда мы вот ифс обращаем до одной из веток Там была доказана корректность, что если у вас есть запись И за ней сразу следующее чтение из той же локации То мы можем, соответственно, чтение убрать Если у вас есть две записи в одну и ту же локацию, выдущих подряд Вы можете первую запись убрать Вот, ну, да, как бы такого рода Они достаточно локальные Там не было доказано ни одной корректности Корректности ни одной глобальной оптимизации Но с глобальной оптимизацией, в принципе, есть проблема Потому что это, в принципе, большая проблема для слабых моделей памяти И, насколько я знаю, проект пока еще не сделал никакого серьезного исследования Если и когда все у вас успешно получится То это будет некое развитие, уточнение стандартных Правильно? То есть, есть такие планы И та вторая часть вопроса Вы с российской глобальной синкратизацией, если плюс-плюс, как-нибудь взаимодействуете? Ну, нет Нет, понятно Это даже информация для всех Значит, деток года-полтора назад Группа энтузиастов из Яндекса Предложила создать рабочие вопросы И они реально активно участвуют При этом ездят на совещание У них появилось право голоса Можно иметь информацию из первых рук И в действительности Кому интересна строгая деятельность в плане целесенсивного стандарта У нас есть все возможности в этом участке То есть рабочая группа очень часть нашего комитета Так что имейте в виду, у вас все контакты есть Кому не лень, ради бога Занимайтесь этой работой А из Max Planck, я так понимаю, они только с джавой взаимодействуют, да? Нет Значит, вот мои коллеги Ори Лохав и Виктор Оуфиадис Которые присутствуют на четырех статьях из пяти Они, соответственно, Виктор Оуфиадис профессор в Max и Планке Ори Лохав в тот момент, когда их, соответственно, написали в большинстве этих статей, был пустдоком у Виктора Оуфиадис Сейчас он профессор в Теревикском университете Да, они по какой модели взаимодействуют по джаве? Ну, на самом деле, немножко и там, и там В том смысле, что, соответственно, они достаточно активно общаются с Хансом Боймом и Дагом Ли Которые заинтересованы в джавовской модели памяти За основу, собственно, их обещающей модели памяти была все-таки взята плюсовая модель памяти Потому что она более развита, чем джавовская Вот, но при этом, соответственно, есть некоторое различие Например, между целями и задачами джавовской и плюсовой модели памяти Плюсовая модель памяти может себе позволить значение Улетело слово, undefined behavior Тогда как в джаве, поскольку это безопасный язык, они себе такого позволить не могут Поэтому, например, вот то, что касается вопроса про гонки по данным В плюсовой модели памяти, если у вас, соответственно, есть какие-то два обращения Которые помечены как неатомики, которые, соответственно, конкурируют То у вас появляется undefined behavior в джавовской модели памяти Соответственно, так делать нельзя Но там нужно иметь какое-то поведение Вот, это тоже некоторое небольшое отличие, например, от того, что Той модели, которую я представлял, и той модели, которая представлена в обещающей модели В своей модели я использовал, соответственно, я был ближе к плюсовой модели То есть у меня был некоторый детектор В смысле есть, да, некоторый детектор, который находит такие гонки Такая как в обещающей модели, они определяют модель таким образом Что, собственно, семантика предоставляется даже программе с датарейсами по неатомикам Вот, ну и, соответственно, собственно, возвращаясь к вопросу о том, джавовская модель, плюсовая модель Как бы потенциально это может повлиять на обе модели Вот, опять же, где-то рядом с этим всем есть проект Дерека Драйера Тоже в макси планке, который называется Rust Belt Это, собственно, большой проект, в котором, соответственно, разрабатывается модель памяти для Rust Вот, ну, соответственно, обещающий модель памяти потенциально может стать моделью для Rust Так, ну что, вы упомянули в хьючий век, это за пределами уже дейсера, да? Да, это не то, что доделать к дейсеру Нет, 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 я очень надеюсь сделать дейсерфасу на этих результатах Так, ну я хотел сказать так, закончить вопрос в основном Мы на нашем семинаре, из нашего семинара стараемся не делать предзащиту, поэтому формальное рассмотрение это не наш формат, а содержательно, похоже, мы что-то поняли Хотя я уверен, что не все Хотя я уверен, что не все Гораздо раньше, и вот те вопросы, которые были созданы, так сказать, заданы Вот то, что вот Андрей, вот эти первые вопросы задал То есть, про что мы говорим, про какие программы, на что это нацелено Если бы вы про это сказали в самом начале, то укладывал бы все гораздо лучше Ну ничего, похоже, там почти всю нужную правду на из вас, так сказать, доставили Выпутали, да Без особых, так сказать, ужасностей Так, ну что ж, вопросы не появились, нет? Все, тогда спасибо Вам спасибо